Урбан. Программа о городских проектах. В 11.06. Сделаем наш город лучше вместе с системой «Глобус». Да, у нас новый партнер. Я благодарна системе «Глобус» за то, что они стали партнером программы «Урбан». Напоминаю, что эта программа о городских проектах уже третий год выходит в нашем эфире. И мы видим, что благодаря нашей программе в городе серьезные подвижки происходят. Вот на днях, если не сегодня, открывается сквер на перекрестке Казанской и Роза-Люксембург. С фонтаном, между прочим. И он сделан, этот сквер, в рамках проекта «30 скверов». Проект из «Киров меняется» на деньги спонсоров и по ПМИ. Вот, пожалуйста, вам результат. Он уже есть. И все могут прийти, посмотреть и на фонтан, и на сквер. Понятно, что деревья старые убраны, новые будут расти. Но движение идет, и это очень классно, конечно. Все наши темы, которые нынче в Урбане будут браться, они приурочены к урбанистическому форуму, который пройдет. Первый урбанистический форум, который пройдет в Кирове 23-24 октября. И одной из тем там будет городской стандарт, а именно дизайн города. Что это такое? Кому и зачем он нужен? Насколько это дело затратное? Понравится ли он горожанам? А прежде всего бизнесу, потому что бизнеса это касается непосредственно. Мы попытаемся сегодня разобраться. Или хотя бы начинать разбираться будем, потому что как раз на урбанистическом форуме будет большая сессия, к нам приедут специалисты из Ижевска, где дизайн-код уже действует. И вместе с ними мы сможем обсудить эту историю, постараться не наступить на грабли, на которые наступали уже города, которые вводили дизайн-код. И обсуждать эту тему мы сегодня будем с Татьяной Говоровой, заместителем начальника управления градостроительства и архитектуры администрации Кирова. Татьяна Вениаминовна, добрый день. Добрый день, Андрей Березин, член общественной палаты Кировской области, соучредитель группы компании «Система Глобус» здесь в студии. Андрей, добрый день. Добрый день. Дмитрий Шиляев, директор Центра современного искусства «Галерея Прогресса», член рабочей группы проекта «Киров меняется». Дима, здравствуй. Добрый день. И у нас в студии Юлия Двойнишникова, глава МУП «Городская реклама». Правильно я произнесла фамилию? Да, правильно. Да, Юля, добрый день. Добрый день. Добрый день. Наш спикер, который мы сейчас выводим на связь, Арген Кагаров, арт-директор студии Артемия Лебедева, представлял, как это все делали, дизайн-код, на что он опирался, какие учитывались мнения, как он разрабатывался, но и смогла своими глазами это увидеть в самом городе. Причем не только в Центре историческом, на что в первую очередь обычно обращают внимание, и о чем мы говорили долгое время, да, Дима, вот несколько лет уже об этом говорили. У нас, правда, ничего не изменилось, тоже попытаемся разобраться, почему. Но также на окраинах все новые микрорайоны строятся и заводятся с новым дизайн-кодом. Все магазины, все офисы, все учитывают новый дизайн-код. Но мы знаем, что он вводился постепенно, не сразу, тоже вызывал много споров. И эти споры, они были призваны к тому, чтобы ошибок не совершать. Но ошибки все равно совершались, конечно, и у нас лучшая позиция, потому что мы можем поучиться на этом опыте. Арген Кагаров, арт-директор студии Артемия Лебедева с нами на связи. Арген, добрый день. Добрый день, здравствуйте. Вы в прямом эфире, да? Алло. Да, я вас слушаю, хорошо слышу. Все, отлично. И мы вас хорошо слышим. Арген, 2013 год, Москва разрабатывает дизайн-код. Пожалуйста, расскажите, как это происходило? Какие основы были заложены в дизайн-код-код Москвы? И как сейчас это все выглядит? В общем, работа велась с тремя компаниями, если так можно сказать. Это Москомархитектура, которая была инициатором проекта. Главову Москомархитектуры. И также студия Лебедева, которая делала проект, мы разрабатывали правила, которые должны были учесть все факторы. Главное было очистить город от хаоса, потому что несогласованное размещение выверсок, оно очень сильно влияло на внутренний вид города и на удобство, просто, не знаю, на удобство жизни. Арген, я вас попрошу, Арген, секундочку, я вас попрошу переместиться куда-нибудь, потому что какое-то у нас бульканье в эфире. Сейчас попробуем почистить звук. Так. Ну вот я слышу свой голос. Вот, так лучше. Так лучше, да. Да, продолжайте. В общем, главная задача была все упорядочить и придумать правила, которые было бы легко соблюдать с одной стороны и просто. В то же время можно было бы простить немного процедуру согласования вывесок, потому что раньше каждую вывеску надо было согласовывать в Москомархитектуре. Это был сложный процесс документов. Сейчас, если вывеска соответствует правилам, можно размещать ее без согласования. Например, одно из правил размещать вывеску между первым и вторым этажами. Вывеска не может быть размером больше 50 сантиметров по высоте. Ну, не считая отдельных линий. Это все прописано в правилах. Можно читать. Вышло постановление Московское 902 ПП. Ну и дальше в него вносились какие-то коррективы, дополнения. Например, в первой версии было учтено то, что есть какие-то исторические издания с историческими вывесками. Например, 70-х годов прошлого века. И потом была внесена правка, что для них может быть другой решение. То есть, условно говоря, для них нет никаких ограничений по истории или еще и по истории. Очень важно было решение использовать здания историей. Такими были определены все здания, которые под постройки 1952 или более ранней. Запрет на использование подложек под буквами. Можно использовать только отдельные буквы на стене здания. Дело в том, что практически все здания, условно говоря, старого стиля, они очень ранимы, так сказать. Они очень требовательны к выпискам. И здесь достигается сразу несколько эффектов. Первый из них, что фон получается у разных вывесок единый, это фон само здание. И в то же время активность этих вывесок несколько снижается. Но много было разных деталей. Учтено, например, запрет на полное перекрытие витрин. Не только вывески под окнами, так скажем, учитывались, но и то, что происходит в витринах. Потому что вывесок можно распустить не обязательно над окнами, а внутри витрины. Вывески, естественно, бывают разных типов. И воски, и панелька распределена. Все это было практически в правилах. И этот селотный проект показал свои успехи. — Эркен, простите, скажите, пожалуйста, мы все говорим о каких-то запретах. Запретили по площади, по высоте, запретили подложку на старых зданиях. А что разрешили? Что появилось нового, чего раньше не было вообще? С внедрением в столицы этого дизайн-кода. — Главный принцип любых законов — именно ограничения. Все остальное можно сделать. Просто раньше каждый шаг надо было согласовывать. Сейчас, если это попадает в все ограничения, которые есть, то она может быть любой. Она может быть любого цвета, материала, любой конструкции. Если не нарушает место размещения, габариты, ну и еще какие-то другие детали. — Эркен, вы на урбанистическом форуме в Москве говорили о том, что все-таки есть рекомендации по цвету и по материалам. В частности, когда мне запомнилось следующее. Цвета рекомендуется использовать не такие, не вырви глаз, не какие-то неоновые, не кислотные, а цвета металлов, дерева, вот такие естественные, которые бы радовали глаз, а не напрягали бы его. Потому что сейчас мы видим другие вывески. Как раз бизнесмены ориентируются на то, что это должно быть что-то такое, чтобы прямо било в глаза. — Вы знаете, мне кажется, что в большинстве случаев ограничения не нужны. Но есть здания, где они необходимы. Например, это здания-памятники, какие-то специально охраняемые места или зоны. Мне кажется, что для этих зданий необходимо ввести подобные правила. Кстати, в Москве, например, безусловно нет, в других городах. Если вы приедете в Санкт-Петербург на поезде, выйдете на площадь Восстания, то увидите на прекрасных зданиях классицизма вроде бы нормального размера вывести, который расположен на одной линии. Но просто так получается, что одна вывеска красная, другая синяя, а потом зеленая. И получается очень... То есть это все вместе превращает цветовый шум и выглядит красиво вместе с замечательными зданиями. Мне кажется, именно на исторических зданиях необходимо дополнительное обеспечение, в частности, использовать только нейтральные цвета, черные, белые, или реальные металлы, тронзы, племени и так далее. Скажите, пожалуйста, в процессе разработки дизайн-кода обсуждались ли те моменты, которые выводили с общественностью и бизнесом? Или это было принято на основании работы дизайнеров и чиновников и внедрялось уже просто сверху, как обязательное для исполнения в Москве? Ну, естественно, проводились общественные слушания. Другое дело, что, конечно же, непрофессионалы не могут подготовить всю структуру, поэтому создались только отдельные какие-то части. Это, кстати, очень важный момент, как именно внедрять вот эти правила, потому что если внедрять очень резко и сразу на большой территории, то это создает большую выточную нагрузку предпринимателей. Очень многим компаниям, а некоторые владеют, допустим, с кафе или магазином, им приходится это менять сразу в ногу. И это большие вложения, большие инвестиции. Именно поэтому я считаю, что правильно внедрять, во-первых, с распределением по территории, ну, условно говоря, вначале на нескольких центральных улицах, самых главных, чуть лучше, в центре, потом дальше, более широкую область брать. И, естественно, разделять это по времени. То есть не делать это, условно говоря, до начала октября, а сделать это, растянуть на 2-3-4 года. Тогда нагрузка небольшая, и улучшения, при этом, остаются, и остаются на многие власти или в столице. Эргена, еще вопрос. Вопрос контроля. Его тоже нельзя обойти стороной. Кто и как следит за соблюдением данных норм? Ну и, разумеется, какая ответственность для тех, кто не укладывается в эти нормативы? Ну, насколько я знаю, в Москве есть специальная организация, она называется ОАТИ, Объединенная административно-техническая инспекция, которая в целом следит за соблюдением всех московских, ну, наверное, и федеральных законов. Поэтому, если какие-то правила по размещению информационных конструкций, ну, а правильно именно так называть, не соблюдаются, тогда направляется какое-то предупреждение. В следующий раз это штраф. Ну, а дальше это принудительная демонстрация. Насколько сильно изменилась Москва после введения дизайн-кода? Вы доволены результатом? Вы вот лично, как человек, который участвовал в разработке дизайн-кода? Есть, как всегда, какие-то вещи, которые, возможно, не были учтены, потому что правила, на мой взгляд, будут совершенствовать, но при этом ощущение изменилось специально, очень сильно. При этом я могу сказать, что у меня есть много знакомых из Сербурга, которые куда-то, потому что вечеранчики ездили на выходные, или, не знаю, получили удовольствие, погулок. А в Хаке все было забито, ну, не знаю, там, вывески с табличками и так далее. Сейчас мои знакомые из Петербурга, многие отмечают, насколько Москва изменилась, и, говорится, теперь стало приятно поспорить поспорить и просто приобрести. Эркен, им масса вопросов еще хочется продолжать спрашивать. Скажите, пожалуйста, по вашей оценке, как специалистам, насколько этот опыт московский транслируем на другие города, на не такие большие, как столицы? Общие принципы, безусловно, они есть, они работают во многих городах, не только в Москве, во многих городах Западной Европы и так далее. Но при этом всегда стоит учитывать разницу в масштабах и разницу в области городов, потому что, мне кажется, правила родственников могут не только очистить их от избыточного шума визуального, но они позволяют сформировать необходимости какой-то или поддержать какие-то отличия и того образа города. Можно представить себе, допустим, центральные старинные визуковые улочки города, где правила разрешены изучать только угонные выезды. Понятно, что улица очень сильно от этого изменится, и появится индивидуально. Ну или, например, где-то будет разрешено инфицирование размещения влаговых конфликтах на какой-то улице. Мне кажется, что эти правила не только ради ограничений, а для того, чтобы формироваться и усиливаться образ города, в том числе и для туристических привлекательств. Еще один последний вопрос. Я только попрошу попытаться говорить, я не знаю, что там нам мешает. В телефон можно попробовать поближе его как-то еще. Последний вопрос. Очень важный. Кто именно в городе может разработать такие правила? Можно ли это поручать, например, муниципальному учреждению, которое в городе находится, городским чиновникам, архитектуре? Или, как в вашем случае, это должна быть сторонняя дизайнерская организация с именем, с опытом? Ну, безусловно, какие-то организации, не связанные с архитектурой, не связанные с дизайном, просто по своим компетенциям не смогут этого сделать. С другой стороны, очень важно разработку вести совместно с городскими властями, совместно с широким обсуждением с зрителями. Именно потому, что ни одна дизайн-компания просто не сможет подготовить необходимые законы городские или сделает там какие-то ошибки, из-за которых потом могут начаться судебные разбирательства. Спасибо. Благодарим вам за участие. Или продолжим, стало лучше. Лучше слышно. Нет, Эркен Кагаров, арт-директор студии Артемия Лебедева. Спасибо, что вышли с нами на связь. Мы сейчас продолжим. Без рекламы сделаем. Без рекламы. Да, давайте. Там наши анонсы мы никому не обязаны. Там нет коммерческой рекламы. Давайте без нее. И я бы хотела, чтобы сейчас наши гости выделили главные вещи, которые услышали от Эркена, которые их задели. Вот что главное услышали. Начнем все-таки с бизнеса, потому что Эркен делал упор на то, что именно бизнеса в первую очередь касается этот новый дизайн-код. И напоминаю, именно бизнес несколько лет назад сопротивлялся в Кирове введению каких бы то ни было новых дизайн-кодов, потому что они жаловались на то, что это большие затраты, это на вывески, это то, что люди не увидят, не придут, они потеряют доход. Что вы об этом думаете? Мы спрашиваем Андрея Березина, член общественной палаты Кировской области и соучредитель группы компании «Система Глобус». У Глобуса много вывесов. 50 сантиметров всего высоту советует Москва. Что скажете? Из того, что мы услышали сейчас, можно сделать главный вывод. Дизайн-код в городе Кирове есть. Несколько лет назад городская реклама разработала эти правила. Это МУП городская реклама? Да, МУП городская реклама. Она эти правила разработала. Городская дума, я тогда был депутатом, эти правила приняла. Касаемо и размера вывесок, и расположения вывесок, и типов вывесок, которые могут быть на исторических зданиях. То есть, по большому счету, все то, что мы сейчас услышали, у нас в городе уже несколько лет как есть. Должно быть. Есть где? На бумаге или в городе? На бумаге. Эти правила, они приняты. Они общеобязательны. Это первое. Второе. Вопрос, конечно, о том, каким образом это контролировать. Потому что по законодательству вывески не согласовываются ни с какими согласовательными органами. Если раньше в городской администрации это должно было согласовывать каждую вывеску, то многие годы уже эта норма отменена. Причем на федеральном уровне она отменена. И поэтому какого-то реестра вывесок, я думаю, просто в Кирове не существует. Представляете, какое количество домов, и на каждом доме огромное количество вывесок. И территориальное управление, администрация, ну, мне кажется, физически просто не способна, прежде чем вот это все не завести в какой-то паспорт города, паспорт каждого дома контролировать. Эти правила, безусловно, они нужны. У нас в городе огромное количество зданий, которые надо приводить в порядок. Причем в исторической части города, на главных улицах города. Касаемо бизнеса. Ну, если правила едины для всех, если они понятны, то бизнес правится. Понятно, что нужно давать какую-то рассрочку. Эти правила должны касаться новых вывесок. Те вывески, которые уже висят, они, возможно, не очень старые, то по ним надо давать, возможно, какую-то рассрочку, там, 2-3, 4, ну, до 5 лет. Потому что, в принципе, средний срок службы вывески качественной, без какого-то капитального ее ремонта, это примерно до 5 лет. Потом уже все равно электрику надо менять, и баннерную ткань надо менять. Нужно менять уже и лампы, сами и диоды, и так далее, и тому подобное. Правила необходимы. Безусловно, их надо выполнять. Должна быть система контроля этих правил. И должна быть понятна для всех единая, ну, единые принципы. Давайте спросим сейчас город. А я хочу еще задать вот Олегу, простите, Андрей, вопрос. Да, ты мою ошибку совершил. Да, простите. Я немножко хочу забежать вперед и предварить комментарий Сергея Ларионова по поводу... Это замначальника управления архитектуры города Ижевска. Мы его тоже сегодня выслушали. Да, будем подключать. Вот, Андрей, вопрос. Сергей сказал о том, что там примерно в Ижевске 50 на 50 разделились бизнесмены. Одни четко поняли, что все следует этим правилам. Но остались такие братки из 90-х, которые вот по-прежнему считают, что мы должны быть самыми яркими, самыми заметными. Вау, там как можно кислотнее должна выглядеть эта реклама. Города Уцума прекрасный образец этого. Из чего я сделал вывод. То есть, либо эти люди как-то вот вымрутся с собой, их не изменить ни за что. Ни за что. Вот что с этими делать, которые мыслят такими категориями? Это Андрею вопрос. Да, Андрею, да. Раз уж мы про бизнес говорим. Ну, давайте так. Если эти правила приносят городу пользу, то нужно делать все для того, чтобы они были приняты и они исполнялись. И индивидуально учитывать интересы каждого предпринимателя, его мнение. Наверное, здесь неправильно, мы тогда никогда не договоримся. Единственный способ, как достичь этих результатов, это качественная работа городской администрации с точки зрения выявления, с точки зрения... Разъяснения, убеждения. Выявления и наказания. И демонтажа, соответственно, тех вывесок, которые не соответствуют этим правилам. Вот давайте спросим, посмотрите, РКН нам сказал, что в Москве существует объединенная административно-техническая инспекция. Специальная инспекция, которая, видимо, не только за дизайн-кодом следит. Это что-то вроде бы неспальной полиции, видимо. Да, ну, то есть, чтобы не Вячеслав Николаевич Симаков по своему теруправлению носился и выявлял там вывески нарушения, где не те оконные блоки вставлены в исторических зданиях белые, почему-то там светится. У нас тоже, оказывается, есть такое правило, которое давным-давно действует, но никто его не соблюдает. И много чего. А вот есть специальная служба, все они и знают, у нее есть полномочия, она четко отрабатывает все, что нужно. Во-первых, кто у нас в городе это контролирует? И как вы считаете, коллеги из администрации, нам нужна такая вот служба, которая на себя бы взяла полицейские практически в городе компетенции, так скажем? Юлия Двойничникова, глава муниципального мониторного предприятия «Городская реклама». Да, еще раз добрый день. Поясню следующее. Буквально с 2018 года у нас наблюдается создание тоже такого структурного подразделения в администрации города Кирова, а именно это управление административно-технического и муниципального контроля. Да, сейчас данное структурное подразделение действует в соответствии с административным регламентом и осуществляет, опять-таки, повторюсь, муниципальный контроль, в том числе и за соблюдением правил внешнего благоустройства. А кто его возглавляет? Сейчас на данный момент Устюжанинов Константин. Вот, это будет следующий человек, которого мы пригласим в эфир. Мы об этом не знали. Ты знал об этом, Володя, что у нас есть такое ведомство? Он предполагал, что вот-вот она начнет работу, а оказывается, уже он функционирует эту структуру. Сколько времени оно действует уже? Данное структурное подразделение было у нас введено буквально-таки недавно. Летом, по-моему, произошло. Май месяц, май-июнь, да, где-то вот в этом у нас промежутке. И как раз-таки сейчас пока что Константин у нас является исполняющим обязанности начальника. И, соответственно, наработки все, которые сейчас осуществляют, у нас осуществляли ранее территориальное управление. По соответствующим районам, в том числе и Вячеслав Николаевич, да, сейчас это все передано в единую, в единое структурное подразделение, которое и осуществляет соответствующий контроль. Много там человек работают, вы знаете? Может быть, Татьяна знает Говорова, Татьяна Вениаминовна. Я могу ошибиться. Я могу сказать, что порядка десяти человек. Немало. Немало. Они пока в курс дела входят или уже результаты есть? В сентябре, насколько я знаю, будет уже назначена кандидатура руководителя этого управления. Уже есть штат этого управления, есть должностные инструкции, полномочия у этого управления. И, в принципе, если нормативная база вся уже создана в органе местного управления для земельного контроля, они уже могут его проводить. Ну, насколько я понимаю, там у них очень много будет полномочий и компетенций. Все, что не соответствует правилам внешнего благоустройства, они все вот это будут привлекать. И парковка там незаконная и так далее. Я не знала. Я как-то упустила за всеми нашими проектами. Но это очень серьезная история. И мы обязательно пригласим это подразделение. И каждый, мне кажется, житель должен знать, что оно есть и чем оно грозит нам в случае неуполнения правил. Юля, да? Я еще хочу добавить о том, что буквально недавно у нас также правила внешнего благоустройства были внесены изменения в части того, что ранее, почему у территориальных управлений возникали проблемы по привлечению к административной ответственности. Потому что на каждую вывеску, которая размещена не в соответствии с требованиями, к сожалению, владельца средства наружной информации крайне сложно установить. Потому что информацию можно любую разместить, но не факт, что тот или иной субъект, который разместил информацию, является собственником либо владельцем средства наружной информации. И, соответственно, были внесены изменения в этой части. И сейчас, в случае, если владелец средства наружной информации, мы не можем установить его, то к административной ответственности, либо предписание о демонтаже соответствующего средства наружной информации может получать и лицо, которое осуществляет содержание здания, земельного участка и так далее. Прекрасно. Собственники здания, больше, наверное, управляющие компании, обслуживающие организации. Компании, возможно, собственники зданий. Вот теперь у нас коммерческая реклама, полторы минуты. Урбан. Программа о городских проектах. Мы обсуждаем дизайн-код города. Что это такое? Кому и зачем он нужен? А вот с нашими гостями Татьяна Говорова, заместитель начальника управления градостроительства, архитектуры администрации Кирова у нас в гостях, Юлия Двойнишникова, глава МУП «Городская реклама», Андрей Березин, член общественной палаты Кировской области, соучредитель группы компании «Системы Глобус» и Дмитрий Шиляев, директор Центра современного искусства «Галерея прогресса», член рабочей группы проекта. Дима остается с нами на второй час, поэтому, Дима, прости, да? Поэтому можно еще помолчать ему. Да, мы обязательно обсудим улицы. Я просто хочу, чтобы наши гости сейчас еще сказали важные вещи. Вот для меня было открытием, Володя Акадзе знал, что у нас в Кирове создана Объединенная административно-техническая инспекция, только она по-другому называется, да, в администрации, но окончательно утрясется все со штатом и с полномочиями этой группы. В сентябре мы обязательно сделаем программу, всех оповестим, но контрольное такое ведомство создано, и там будет серьезный такой штат, и он будет за всем наблюдать. Юль, можно прямо в микрофон, дополняйте мне. Да, я хочу еще дополнить о том, что сейчас, на данный момент, управление уже создано, положение тоже у него есть, административная реклама также принята, и поэтому уже малыми шагами, да, мы движемся в том направлении, что должностные лица, сотрудники данного управления, они сейчас как раз-таки у нас и уже начинают нарабатывать ту практику, о которой мы вот сейчас сказали. Например, они делают что? Они сейчас осуществляют контроль непосредственно, да, например, по средствам наружной информации, по вывескам по своим, да, я могу сказать следующее о том, что, опять-таки, наши сотрудники должны действовать в соответствии с 210-м федеральным законом, который регламентирует как раз-таки осуществление контроля муниципального. Вот, и в данном случае у нас основанием для проверки будет являться какое-либо сообщение, информирование и так далее. Вот, эта история очень важная, мне кажется. Как только городу, жителям будет представлен тот самый дизайн кода, о котором мы говорим, то есть, пускай вот сейчас концентрация, это вывески товарищей, и если вы будете знать, как они должны быть оформлены, то вы должны иметь канал сообщений, то есть, по сути, в эту вот службу контрольную, да, любой горожанин может сделать фоточку с домом, там, с вывеской прислать, и служба может отреагировать на эту фотографию, как это сейчас там с мусорными залогами. Это, в принципе, у нас, это уже поставлено на поток информации. А куда можно? Я не знаю, кем это делается. Ну, по крайней мере, в наше учреждение поступают практически... Ну, в городская реклама. В муниципальный казённый учреждение, да, в городская реклама поступают обращения граждан, ну, в основном граждан, да, и с приложением фотографий, фотоснимков, адресами зданий, строений, сооружений, на которых размещена реклама. Ну, естественно, они обращаются все с рекламой, с незаконной, с установлением... А что конкретно-то не устраивает? Почему? Нет, погодите, не о том. Давайте мы сейчас... Это другая история. Не интересно. Нет, это другая история. И сейчас мы осуществляем выездную проверку, инвентаризацию, мы фиксируем размещение и рекламной конструкции, и средств наружной информации. И потом, когда средства наружной информации в случае есть, они не соответствуют у нас разделу правил внешнего благоустройства, мы эту информацию сейчас направляем в управление административно-технического муниципального контроля. И они реагируют. Совершенно верно. Значит, если что, фотографируйте, что-то вас не устраивает. Даже если вы не знаете этого дизайн-кода никакого, вас не устраивает. Фотографируйте, подписывайте, высылайте в МОП городская реклама. Ну, и в том числе. Там разберутся, потому что пока с ведомства все-таки непонятно. Давайте вернемся все-таки к дизайн-коду. Вот это будет еще история, которая только-только в Кирове разрабатывается, несмотря на то, что вот и Андрей сказал, и Юля, что правила некие были приняты, мы видим вывески какие угодно. Мы видим магазины, завешанные баннерами гигантскими, которые сами по себе, вот все окна в баннерах. Сети это очень любят особенно. На каждом углу буквально, не называя названий, но и белое, и красное, и зеленое огромными вот такими пятнами. Это тоже, по сути, какая-то информационная история, рекламный баннер. Какие угодно вывески, короба, подложки и размеры. У нас, если мы говорим о дизайн-коде, а это четкие правила, размеры самого шрифта, подложка, как говорил Эркен Кагаров, на мой взгляд, абсолютно разумная история, особенно правда, не только на старинных зданиях, вот на кирпичных особенно это просится. Ведь есть же какая-то цветовая гамма, какой-то дизайн архитектурный, который задумывали при строительстве зданий. Вот над этим всем сейчас работают, потому что, я так понимаю, у нас пока этого нет, Татьяна. Ну, вот как раз в 2016 году, впечатлившись работой Артемии Лебедева в студии, мы тоже начали разработку управлением градостроительства такого некого дизайн-кода, который, к сожалению, потом не перешел вот в этот документ как составная часть. Мы отработали улицу Ленина, отработали улицу Воровского. Для каждого здания на улице Ленина есть паспорт наружной наделки фасада с требованиями к вывескам. Для каждого здания? Для каждого здания на улице Ленина, в том числе и историческим зданием, и объектом культурного наследия. Эти паспорта наружной наделки фасада у нас есть. Частично прошло описание всех требований к вывескам, которые общие, в принципе, по буквам, по подложкам, к размеру, к расположению их в витрине, в витражных окнах. Они прошли в правила благоустройства. То есть появилась связка между этими паспортами и правилами благоустройства, которые нужно исполнять. Но мы видим, какие ошибки мы сделали. Вот и Ирген Кагаров это подтвердил, и Ижевск коллеги наши подтвердят. Мы не сделали это с общественным обсуждением. Мы не пригласили для обсуждения бизнес, как мы будем работать. И не утвердили сам документ, дизайн-код. И вот такого документа под таким названием нет. Это составная часть правил благоустройства. И не подготовили и не выпустили в свет постановление администрации города, где было бы разбито как раз по территориям города Кирова, по улицам, в какой период, когда приступать к обновлению. Как раз вот тот переходный период, о котором говорит Ирген, который важен для бизнеса. Татьяна Вениамин, а зачем тогда цель-то, собственно, этой работы? Нет, не зачем. Мы сейчас не про это. Володь, вот ты редко ты бываешь в уровне. Подожди, Татьяна Вениамин. Нет, у нас про другое. У нас про другое история. Не почему и зачем, а что теперь и как дальше. Не надо вспоминать прошлое. Мы говорим о настоящем и будущем. Так всегда, я считаю, надо поступать. Это в любом случае наработки, которые будут задействованы, востребованы. Есть наработки. Конкретные улицы. Айркен говорил, начните с конкретных улиц. Вот они у нас есть, кстати, на улице Ленина именно, да, Дима настаивали в свое время. Что сейчас с тем, что я так понимаю, что там Шульгин сказал, должен быть дизайн-код, да? Он должен выполняться. Мы должны увидеть значимые изменения на улицах города. Вот они есть. Что сейчас будет происходить? Это будет утверждено в качестве документа? Станут ли собирать бизнес? Ну, пока еще не созывали, правда же, Андрей, иначе бы вы мне сказали. Вот будем считать, что сейчас общественное обсуждение начинается, продолжится на урбанистическом форуме. До конца года, как вы думаете, что нужно, чтобы был принят дизайн-код? Это реально в Кирове, коллеги? Ну вот, чтобы, может быть, больше не сделать правильный пакет документов, тоже было бы неправильно утвердить только улицу Ленина, дизайн-код по улице Ленина, не проработав все остальные. Наверное, нужен полноценный документ, к которому нужно прийти, выстрадать его, все правильно создать какую-то группу, тот, кто выиграет заказ на эту работу, чиновники, которые будут вместе с ними разрабатывать дизайн-код. И, конечно, бизнес-сообщества, ну и любые сообщества, которые захотят принять участие. То есть мало тех документов, которые сейчас есть, да? Конечно, конечно. Надо все-таки полный пакет шарминга. Если делать стандарт отдельный, а не обосновываться на правила благоустройства, только на отдельную часть, которая содержится, тогда нужно запускать отдельную работу и проводить ее по всему городу, чтобы этот дизайн-код уже был подготовлен к территории всего города. Юль, что сейчас происходит в этом смысле? Сейчас на данный момент у нас следующее. Мы разрабатываем, рассматриваем направления для развития в этой сфере в том, чтобы определить исторические улицы, типовые улицы, для того, чтобы на исторических улицах предусмотреть как раз-таки конкретные средства наружной рекламы, информации, прошу прощения, которые мы можем размещать. Вывески. Да, как раз подложки, с подложки, без подложки, конкретно прописывать о том, что мы можем, какую информацию можем размещать на средствах наружной информации, определить их размер, высоту, ширину и, соответственно, попробовать хотя бы цветовую гамму, если у нас получится, тона, чтобы были соблюдены каким-то образом с фасадами. Поросячий розовый, любимый цвет последних пяти лет в нашем городе. Я не знаю, почему. Поросячий розовый. Ты еще не видишь, что половина фасадов у него выкрашена, и атомно-желтый. Можно отменять предложение, если у нас общественные сейчас суждения? Кстати, немаловажно еще учитывать время года, между прочим. И чем? Как? Мы живем в таких краях, когда отсутствие солнца – это наша обыденность. Что есть подсветка. Надо такие цвета выбирать, чтобы они красиво смотрелись и в холодное время года, и в летнее время года. Главное, чтобы вкусовщины здесь не было. Да, давайте специалисты. И еще я замечу, то, что в каком направлении мы, по крайней мере, сейчас движемся, мы рассматриваем возможность того, чтобы все-таки была возможность привязки средств наружной информации к паспортам наружной отделке фасада непосредственно не только на исторической части города, но и на иных… То, о чем Андрей говорил. То, о чем Андрей говорил. Ну, практически. Ну, типовые истории. Паспортажи не на каждый буквально дом, а типовые какие-то истории. Можно и таким образом проработать. Можно отдельно сделать для каждого фасада. Да, для каждого фасада, для того, чтобы конкретно определить с подложкой, без подложки, какого размера и так далее. Если город будет это делать самостоятельно для каждого дома, это можно просто, я не знаю, каждый… Но, однако, и граждане, прошу прощения, физические, юридические лица могут делать и направлять соответствующие паспорта на согласование в архитектуру. Вот мы, например, у нас в нашем доме вселяется на первый этаж много сейчас разных, и все там такой выпячивают, сякой выпячивают, окошко в подъезде закрывают. И мы там три месяца, наверное, звонили повсюду, чтобы понять, кто вправе, в конце концов. Предприниматели какие-то, что ли? Да, да, но договорились, смогли договориться, и, конечно, если бы у нашего дома был паспорт, а мы бы его заказали, главное, чтобы он не очень дорого стоил, товарищи, не очень дорого. Потому что мы бы как-то СЖ имели бы свой документ и говорили, въезжайте, кто хочет, ну вот у нас паспорт дома, да, и соответствуйте ему. Такая вот история может быть. Да, вполне. Ну, у нас остается две минуты до завершения программы, поскольку Андрей на первый час только с нами, какой-то вывод или пожелание, Андрей? И стоит ли это вообще обсуждать-то на урбанистическом форуме? Вы считаете, что нужно этот вопрос вот обязательно на общественное слушание вносить? Да, и подскажите какой-то особо дискуссионный вопрос для бизнеса, возможно, который поднять. Знаете, вот ставить амбициозные задачи в городе, это здорово. Надо? Конечно, это надо, но надо понимать, что ставить сейчас амбициозные задачи, сделать паспорт каждому дому, наверное, преждевременно надо. Но по заявке дома, вот если мы хотим, по заденежке. Ну, вот приведу вам пример, вот какая-то дизайнерская группа сделала какой-то проект, вот улицу Ленину перекрашиваем в зеленый цвет, например. Может быть, это и правильно. За чей счет? Перекрасить улицу Ленину в зеленый цвет, это там миллиард. Ну, грубо. А вот уже пошли те аргументы, которые были три года назад. За чей счет праздник? Ну да, то есть это миллиард рублей. То есть где возьмется этот миллиард? У нас есть текущее нормальное правило. Надо хотя бы сейчас отработать выполнение тех правил, которые есть. Так они не работают. А потом уже они не работают. Может, пока они не работают, быстренько их поправить, как РКС сказал? Слана, они ведь не работают не потому, что они плохие, или потому, что они неправильные, потому что нет системы выполнения этих правил. То есть вот вы говорите, что там паспорт дома. Ну вот поверьте, жильцы дома, они могут отрегулировать любые вопросы без паспорта дома. Там крыльцо, вывеска и так далее. У вас есть все права с точки зрения законодательства. Они это будут делать на свой вкус. Просто я боюсь, что мы можем прийти к ситуации, вот давайте сейчас пока делать ничего не будем. Вот мы там разработаем вот это, вот это, вот это, или через пять возьмемся. Причем я говорю на самом деле вещи, понимая, что это моего бизнеса коснется, и у меня будут определенные затраты. Но для бизнеса всегда понятно, когда правила едины для всех. Вот, стандартизация. То есть ситуация, вот там два дома рядом, вот здесь такие правила, здесь такие. Вот здесь предприниматель должен вывеску делать такую, а вот здесь вот он должен делать такую. Здесь такие возможности, это неправильно. Есть там антимонопольное законодательство, есть вообще там... Для всех единые прозрачные правила. Вот самое главное, чтобы вот эти правила, они были унифицированы, они были едины, и не было там для кого-то одни правила, для кого-то другие. Тогда и претензий к этим правилам будет меньше, тогда и, мне кажется, бизнесу будет проще заставить выполнять эти правила. Вот, это то, это голос бизнеса. Ну и, кстати говоря, я должна сказать, что мы обещали, Андрей инициировал на прошлой нашей программе все-таки еще поговорить про инвестиционные стандарты в городе, да, когда привлекает инвесторов, выделяет участки, чтобы тоже правила для всех были едины и играли в пользу горожан и города, учитывая благоустройство. Мы договорились с заместителем сети-менеджера Ильи Шульгина Антоном Карпинским, он придет на такую программу. Который отвечает как раз-таки за инвестиционные стандарты. Он готов с нами говорить, он придет на одну из ближайших программ «Урбан», куда мы вас, Андрей, тоже приглашаем. Спасибо. Сейчас прервемся на новости, тематические программы и реклама. С нами прощаются Андрей Березин и Юлия Двойничникова, Татьяна остается с нами, Дмитрий остается с нами. Мы ждем здесь еще Анатолия Курбатова и разберем опыт Ижевска.